Работать начали с мая 2012 года, в общем-то, у сотрудников количество в районе 50. Он плавает, немножко тоже связано с сезонностью, люди приезжают и уезжают. Производим, соответственно, лаваш армянский. Вы, может, знаете и узбекскую лепешку. Кризис связан, во-первых, с подорожанием сырья, это определяющая составляющую цену нашей продукции, сырье, как правило. Плюс ко всему, наши работники, они вообще приезжие и, соответственно, там, где они проживают, они пользуются долларами. А у нас, как вы сейчас понимаете, курс доллара сильно вырос, соответственно, их зарплата подешевела в два раза. Мука в последние полгода подорожала, по минимуму, рубля на три. Конечно, бюджет предприятия съедается. Мы попытались искать более дешевые варианты. Ну, соответственно, конечно, из-за этого страдает качество. Вот приходится лагировать между качеством и ценой, что не очень, конечно, все-таки хорошо. Нам приходится увеличивать зарплату, потому что они не могут нужное количество долларов купить, чтобы отправить своим семьям туда. И плюс еще люди, которые вновь приехали, они должны выложить сумасшедшее количество денег. И мы фактически на сегодняшний день должны их взять на работу и проплатить за них все разрешения, все документы, все разрешительные документы, медосмотры, все проходит за наш счет. Потом только мы можем высчитывать их с работы. А вот представьте себе, если мы им сделали все документы, он два месяца у нас поработал, он не успел ничего отработать и ушел от нас куда-нибудь в другое место. Человек, приехавший со всеми платежами, порядка 32-35 тысяч обходится. Мы же не можем его сразу взять на работу, как только мы проплатили за него, за его разрешение, за его медкомиссию. Точнее, сейчас это не разрешение, а патент называется. То есть слова красивые, а смысл хуже, потому что мы вынуждены его не допускать до работы, пока он получит. Срок увеличился на получение этого патента, ну до месяца. С выходными получается где-то там 20-25, а то и больше дней. И только потом он начинает работать, и только потом он начинает зарабатывать деньги и рассчитываться сначала с нами, а как там его семья, это неважно. Мое личное мнение, что наши местные работники вообще разучились работать. Я думаю, что вы сейчас не очень много найдете среди молодых людей, потому что наш труд для молодых людей, не сильно много найдете токарей, слесарей, да, там сантехников, электриков, их практически маловато, вот, то уж тандырщика, пекаря, который ныряет в 300 градусов температуру туда, туда лицо не поднести. Это специфические люди, они с 8 лет со своими дедами-отцами пекут эту лепешку. У нас вот работает отдельное поселение, где живут тандырщики, к ним весь Таджикистан ездит за лепешками, понимаете? Чтобы развиваться, нужно вложение. Вложение сейчас, к сожалению, банки не кредитуют, обороты падают. Когда государство позволяет повышать цену на сырье, оно как минимум должно поднимать и отпускные цены производителям. Фактически нас зажимают с двух сторон. Магазины нам не поднимают, а снизу цены растут сырьевые. Вот с трудом удалось немножко компенсировать наши затраты, но это мы провивали там, не знаю, полгода, наверное. То есть цены поднялись еще перед Новым годом, там, в конце, то есть осенью, если не ошибаюсь. А как бы отпускную цену удалось переподнять вот только сейчас, вот буквально вот с март. Конечно, мы выкрутимся, что-нибудь придумаем. А что делать? У нас по-другому нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok